Всем привет друзья, на связи также Микки. Сегодня мы с вами не продолжаем нашу рубрику на пятом сервере. Сегодня мы поговорим с вами о открытии седьмого сервера. Что же все-таки лучше словить, что лучше взять, на чем можно больше заработать и так далее. Вот победитель с прошлого ролика. Думаю вы знаете что делать, чтобы забрать вот эти вот вкусненькие денежки. Также у меня есть собственный промокод ЯМИКИ. Надеюсь вы ведете его на открытии седьмого сервера. Погнали к ролику. Для начала начнем с самого простого. Это квартиры. Если вы захотите словить себе квартиру, у вас бизнес, ничего не интересует, то вам стоит ловить квартиру с первого по сороковой номер. Это квартиры на 10 гаражных мест, они больше всего ценятся, так как ограниченное количество их. Следующая тема для разговора это дома. Какие же все-таки стоит словить дома, которые будут больше всего цениться, больше всего вырастут в цене и так далее. Это весь Ричман. Вот дома по вот этой вот дороге. Вот сюда в бок уходят тоже дорогие дома. Дальше под Якудзо, под красной буквой М. Вот этот весь островок дорого будет стоить. И соответственно весь Рокфорд. Эти дома будут расти в цене только и будут очень цениться в будущем. Если же у вас бюджетный дом не такой огромный, то советую вам словить тупик Мирор Парка или собственно любой дом из Мирор Парка. Эти дома тоже очень ценятся. Они вырастут в цене 100%. Следующая тема это банкоматы. Какой же все-таки банкомат стоит словить, который будет нести хоть какую-то прибыль? Это банкоматы около банков. Они выглядят вот так. Находятся прямо около зеленого доллара. Находятся почти около каждого банка. Вот 8 банков. У 7 банков есть рядом банкомат. Пролистаю сейчас все банки, чтобы вы его видели. Около них банкоматы покупать стоит. Также, если у вас огромный бюджет, самый лучший банкомат на сервере банкомат около казино. Там прямо вот выходите из казино и банкоматы такие. Думаю вы их видели. В среднем ценовом сегменте банкоматов, такие же как у банка, это EMS. В EMS в Лос-Сантосе, то есть центральная, самая главная EMS, стоят 2 банкомата. Если у вас там залетает несколько, лучше словить оба. Они тоже несут неплохую копеечку. Бизнесы. Если у вас огромный бюджет, то конечно же советую вам словить любое из 6 ЛСК. Оно будет нести 100% какую-то прибыль, притом огромную. По автосалонам. Вот на открытии автосалон несут хорошо, но не все. Лучше всего на открытии будет нести 6 автосалон. Это который спида, хелионы, вот это все. Он будет нести хорошую прибыль. Неплохая прибыль будет тоже в мотосалоне. Мотоциклы, думаю, будут пользоваться спросом. В первый месяц серверу точно у вас будет огромная финка. После уже можно его куда-нибудь сбагрить. То есть плюс свой поиметь и купить что-нибудь подороже сразу. Заправки. По поводу заправок могу сказать следующее. 15-я, 25-я заправка, она сейчас, извиняюсь. Это на перспективу. Я думаю, в первые несколько месяцев на сервере точно не появится вертолетов. Это вертолетная заправка. Она будет нести очень хорошую прибыль, когда сервер будет там уже месяца 3-4. АЗС это первая. Пятая. И, возможно, ценовой бюджет чуть пониже опускаем. Шестая и восьмая. Также одиннадцатая. И двенадцатая. Они будут в среднем ценном сегменте, они тоже несут неплохую прибыль. Но самые лучшие, конечно же, это первая и пятая. Оружейные магазины. Они на данный момент несут хорошую прибыль, но не все. Первый магазин. Если будет живое гетто, на свой страх и риск, попробуйте взять первый. Второй магазин, то же самое, полностью, зависит от активного гетто. То есть предугадывать не стоит. Третий магазин. Вот это самый лучший оружейный магазин. Если у вас есть на него бюджет, покупайте его. Четвертый. Это самое худшее, что можно взять. Никогда его не берите. Пятый, также шестой, средний ценой сегмент. Хорошие магазины оружия. Седьмой, восьмой, девятый, десятый и одиннадцатый. Это уже из низшего сегмента, я бы сказал. Можете их взять, если у вас не так много денег, например. Дальше. Что по поводу магазинов одежды. Советую. Если вы захотите брать магазин одежды, берите только Магазин пять, два и один. Они будут нести деньги, остальные так себе. Первый, второй, пятый. Это те, которые вам нужны. То есть средний, высший, вот такого ценового сегмента. Двадцать четыре на семь. Советую брать первый. Из высшего ценового сегмента, разумеется. Первый, восемнадцатый, третий, четвертый. Вот они несут хорошую прибыль. Также из неплохих могу отметить пятый. Это вот прям вот, ну он у меня был, я в нем уверен. И второй. Вот они тоже, в принципе, неплохо себя проявляют. По остальным сказать нечего, так как их понатыкано везде. Ферма явно не будет пользоваться своей популярностью. В палеты их два, вот эти тоже могу порекомендовать. Там финка будет по среднему ценовому сегменту. Там будет неплохая финка. Тату-салоны. Тату-салон, если надумаетесь взять, только первый. Остальные просто мусор. Остальные брать даже не думайте никогда. Барбершоп. Это полностью на ваш страх и риск. Тоже первый барбершоп. Средний ценовый сегмент. Очень много за него платить не нужно. Потому что он слишком сильно может завести вас в минус. Автомойки. Из автомойок могу отметить четвертую и первую. Остальные, ну такие. Особо сильно так с них прибыли не будет. То есть какие-то копейки. Может низший ценовый сегмент. Может что-нибудь и будет. Подведем итоги. Сейчас у вас на экране появилось список бизнесов. Которые стоит словить. По высшему ценовому сегменту. И теперь по среднему ценовому сегменту. Сейчас вы видите дома. Области домов точнее. По высшему тоже. И по среднему ценовому сегменту. Которые все-таки стоит словить. Всем спасибо за то, что посмотрели этот ролик. С вами был я Микки. Участвуйте в розыгрыше. И вводите мой промокод на открытии седьмого сервера. Всем спасибо. Всем удачи. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok